Парад аграрных досягнений у демонстрационной плясовки международной специализованной выставы «Белагры» открылась и у престоличьи. Лучшие животные победят в этом конкурсе. С чистого аркуша, азвыж, 400 несанкционованных звалок лепедована на Минщине. Мы постоянно проводим мониторинги, рейды по всему району. Вертанье на Радзиму на Червенщине означают 120-ти годзе уродженца городского поселка Смиловича и Мастака Хаима Сутина. Как бы ни сложилась жизнь художника, но в его картинах аромат родины сквозит. Виктория Свирская про белорусский акцент у сусветным мастацтве. Парад аграрных досягнений у демонстрационной плясовки международной специализованной выставы «Белагры» открылась и у престоличьи на поле сельгазпредприемства «Костеловская». Десятки краин и сотни аграрных компаний презентуют лепшие технологии досягнений селекции. Центральное место займает предприемство Айчинного агропромыслового комплексу. Опушные техничные новинки проставили специалисты науково-практичного центра Академии наук по механизации сельской эксподарки. Перпроцовщики пропоновали наведывальникам дегустацию своей продукции. Значенным мероприемством агроты дня станет Белорусско-Нидерландский сельскохсподарший форум. Забливостью сегодняшней выставки будет проведение первой международной специализованной выставы «Белферма» и конкурс на лепшую молочную рагулю. Сегодня мы представляем наши две коровы, лучшие рекордистки, которых надое около 16 тысяч литров молока. И здесь работает комиссия, которая подведет итоги. Я надеюсь, конечно, что наши лучшие животные победят в этом конкурсе. До новых тем, буйно-габаритная ДТЗ отбылось на Вродинской трассе. На переднике Левевских оттяженок Кировца-Аутотехника при объезде дорожной техники, заденеченной на ямочном рамонте, сутыкнулся с аутоцистерной, которая была заполнена водой. В вынику сдарения потерпел 48-годовый дорожный рабочий. В вынику сутыкнение автомобиля отремали механичные пошкоджения. Как взмыть с проездной часки дизельное палевое масло, якое вылилось с бака одной из машин, довелось и выкрикать воротовальников. С чистого аркуша свыше 300 несанкционованных звалок ликвидовано на Минщине. 300 гектаров занятбалых землю увернуты у сельско-господарчий оборот. В Молодежинском районе что-то дневно специалисты районной инспекции природных ресурсов у Яхова-Новокольного Серодзя проводят рейды. Таким чином, с початку года тут было выявлено 15 звалок, четверть ликвидовано. Порушальники, а это в основном садоводшие кооперативы притягнуты до администрационной отказности. Мы постоянно проводим мониторинги, рейды по всему району. Естественно, есть хорошие результаты, которые выявляются и сразу нарушение прекращается. Но за нарушение закона по обращению с отходами здесь предусматривается административная ответственность. Штрафы на юридических лиц от 10 до 1000 базовых и на всех лиц от 5 до 50 базовых величин. В течение года мы попытаемся ликвидировать все несанкционированные свалки, а земли пустить во вторичное использование, то есть в хозяйственный оборот. В худкой социальной допомоге новые послуги оказывают своим подопечным работники Солигурского центра садобслугования насельництва. Одиноким вязковцам допомогают доглядать за приседебными участками. Весной, благодаря новому мотоблоку, выконали больше за 40 заявок по посадке бульбы. В городе одиноким гражданам допомогают удостоваться необходимых леков и прибирание кватера. Все это районный центр садобороны отримал додатковую технику, как допомогать пожилым вязковцам, сечь старые дерева и скосить траву у дворы. Некоторые даже не могут самостоятельно, где-то где-то находятся далеко. А менталитет наших людей такой, что они привыкли, конечно, чтобы на грядке на своей что-то росло. Все разовые социально-бытовые услуги оказываются по социально низким ценам. На сегодняшний день это доступно практически 7 пенсионерам. И цена колеблется на сегодняшний день от 5 до 15 тысяч за услугу. Вертания на Родиму на Червенщине означают 120 годов. Турадженца городского поселка Смиловичи, мастака Парижской школы Хаима Сутина. Сегодня его полотна каштуют десятки миллионов долларов. Уликуя его прихильников и счастливых владельников работы, итальянская киноактриса и модель Изабелла Расселлини, семья Чарли Чаплина, наш чатки Марка Шагала, американский кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола. У Смиловичих допущен качаться уникожный веда у своего знакомитого земляка. Али пять год тому тут открылась музейная экспозиция, присвеченная джитсю и творчасти майстра. За этот час ей наведали тысячи туристов. Виктория Свирская про белорусский акцент в Сусветном Мастатстве. Музейная экспозиция простора Хаэма Сутина открылась под эгидой ЮНЕСКО. За час ее иснования, каля десяти тысяч туристов познайомилися с житем и творчастью майстра. Дятинство юнацтва Хаэма пройшло у Смиловичах. У 19 год он поехал в Париж. Там же познайомился и из Амэдео Мадильяний, який открыл белорусскому юнаку Свет Мастатства. Хаэма Сутина называют французским мастаком, алина Радиме – своим. Такая красивая фраза, сказанная другим известным белорусским художником парижской школы Марком Шагалом. Как бы ни сложилась жизнь художника, но в его картинах аромат родины сквозит. Хочется очень надеяться, что это действительно так, что в картинах Хаэма Сутина есть такая ностальгия по родине. Первая зала экспозиции присвечена белорусскому перееду. А вот после открывается соправдная заслона. Другая зала музейной экспозиции простора Хаэма Сутина сделана в выгляде парижского кафе. Тут можно не только отримать асалоду от сузи раннего шедевра выдатного маэстра, алия почастоваться кавой и послухать чудовную музыку. Дякую. Кафе Ратонда, куда частиком захаживал Сутин, и пасёння есть у Парижа. Оттуда же у Смиловича привезены сурветки и меню. Экспозиция находится в центре детячей творчести. Нездарма юные мастаки могут натхниться атмосферой. В юбилейный год Сутина молодые таленты свои работы присвячают майстру. Манеру мастака можно примать тени, али видовочно. Картины Сутина примушают думать и находить свое бачение. Он очень хорошо изображал природу. Как-то вроде бы непонятно, и с другой стороны как-то по-новому на все это смотришь. До минулого года у Беларуси не было неводной работы Сутина. За опошний час з'явилися одразу две. На аукционе Крысти один из беларуских банков набыл картины «Великие луги» у Шартры и Ева. В юбилейный год юные таленты Минщины молюют с радиму Сутина. На червенщине пленер собрал четыре десятки творцев. Кожный из них у думках уже связал свою будущую с мастацтвом. Часто дизайнером. Я второй раз езжу сюда. Мне нравится рисовать. Это интересно. Ты можешь себя занять чем-то. Ты развиваешься. Это, конечно, практика. Рисую костел. Мне показалось, что это более узнаваемо и красиво. За четыре дни пленеру творцам придется добре попрацовать. Пять-шесть работ они должны представить на суд жюри. Но у знагорода и призы больше формальность. И Сутин отрымал признание не сразу. Виктора Ясвирская, Максим Рагаунев, Минщина. Ении земли белорусской у Минским областным краязнавчим музея открылась выставка, просвеченная творчести Максима Богдановича. Докладнее с того дзю с дня выдания первого сборника «Верша у вянок». Это одна прожитевая книга Максима Богдановича, которая вышла в Вильне, огульным таражом с 2000 экземпляров. Сегодня 30 из них заховываются в библиотеках и музеях краины. На выставке представлены документальные материалы про житевый и творческий шлях поэта. Значное место отведена картина. Белорусские мастаки с допомогой фарбов и пензля переклали родки творог поэта на живописные полотны. На речи гэта выставка своясабливый подарунок до свято белорусской песни поэзии, кою пройдя у молодежни на приконце тыня. На этом у меня все. Доброго вам настрою и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин